Для Виктора Соколовского проект возрождения колокольни Успенского собора – это как второй раз войти в одну и ту же реку. Почти 10 лет назад под выборы губернатора, на которых он баллотировался, он уже озвучивал идею возрождения колокольни. Был тогда и проект, и фонд, в который могли пожертвовать деньги жители и предприниматели Тулы. Мы планируем сделать фундамент в этом году. В этом году этот фундамент будет стоить приблизительно 4 миллиона рублей. Проект мы уже оплатили. И хотим сделать гидроизоляцию, обратную засыпку и уже после того года начать строительство стен колокольни. 28 сентября на территории Тульского Кремля в торжественной обстановке был заложен первый камень в основании колокольни Успенского собора, восстановление которой предполагается начать в будущем году. В порядке 7 миллионов собрано средств, это предприниматели, это жители города-герои Тулы. И в дальнейшем не планируется выделение бюджетных средств, средства будут только привлеченных. Интересно, что традиции благотворительности при строительстве храмовых сооружений в городе Оружейников были заложены еще во времена закладки Успенского собора Тульского Кремля. Строительство современного нам собора началось 7 мая 1762 года. Главным строителем был купец Лукьян Коптельцев с Афронием Сидневым и Андреем Владимировым. А вскоре всего за 4 года с 1772 по 1776 при городском голове Илларионе Лугинине возле собора была возведена четырехъярусная колокольня. Ее строителями были избраны купцы Сафрон Сиднев и Иван Гурьев. 70-метровую колокольню Успенского собора Тульского Кремля ждала печальная судьба. Она стала жертвой жесточайших дискуссий, которые развернулись вокруг судьбы Тульского Кремля в 1934-1936 годах. Городские власти жаждали снести Кремль вместе с расположенными на его территории соборами. А Комитет по охране памятников отстаивал его историко-культурную ценность. И вот вечером 28 сентября 1936 года на верхних этажах колокольни начался сильный пожар. И пожарные ничего не могли с ним поделать. Напор воды в шлангах не достигал 30-40-метровой высоты. Лишь под утро удалось отстоять нижние ярусы колокольни. А виновников пожара, конечно же, обнаружить не удалось. После чего, не дожидаясь разрешения Комитета по охране памятников, тульские власти дали команду колокольню разобрать, что и было сделано к концу марта 1937 года. Однако, используя городские виды, запечатленные на сохранившихся фотографиях конца XIX-начала XX века, и материалы историко-архивных и библиографических исследований, сейчас колокольню постараются воссоздать практически в прежнем виде. Сто процентно, конечно, невозможно, потому что это в любом случае будет воссоздание. Воссоздание – это будет новодел, по сути дела. И как в каждом новоделе происходит некая интерпретация под события, то есть стилизация. И я боюсь, что в этом случае, может быть, придется отказаться от некоторых элементов декоративного характера. Так что совсем скоро архитектурный ансамбль Тульского Кремля должен предстать перед нами во всей своей первозданной красе. Однако здесь возникает проблема. Правление Фонда Возрождения Тульского Кремля приняло решение, полностью поддержанное губернатором Владимиром Груздевым, подготовить документы для включения историко-архитектурного ансамбля Тульский Кремль в предварительный список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Но в этот список не могут включаться ансамбли, в которые входят новоделы. Объекты, копирующие разрушенные памятники истории культуры, но полностью возведенные в наше время. Так что перед тульской властью возникла дилемма – или возрождать колокольню, или внести свой Кремль в почетный и престижный список ЮНЕСКО. Интересно, каким будет этот выбор? Елена Хворостенко, Тарас Якимов, Алексей Туманов, Телетула.